И мы находимся сейчас в таком процессе, который называется переходом. Переход этот ведет содержитель, поэтому здесь те силы, которые существуют на земле, это, собственно говоря, не функционеры, это просто пешки, которые выполняют определенные задачи для управителей более высокого ранга. Ну и, как я говорил, вот, собственно, вся пирамида управления, она вся такая паразитическая, поэтому только единый может помочь больной вселенной. И это сейчас и происходит. Вот. Ну, я не знаю, может быть, вы знаете, может, вы не знаете, что на земле своеверенном был золотой век, то есть это была планета, это была планета, которую населяли те, кто управляли практически всей вселенной. То есть люди, людей можно было считать богами, которые там живут. Вот. Они обладали такими способностями, о которых мы даже понятия не имеем. И хотя они были в физических телах, но они обладали фактически божественными всеми возможностями, которые необходимы человеку, чтобы ему не нужны были никакие костыли, связи, транспорта и прочих всяких вещей, которыми мы, так сказать, себя окружили. А на самом деле человек может спокойно путешествовать сам один по всей вселенной, он может общаться с кем угодно, включая самого Творца. И в этом нет ничего необычного, но для этого нужно иметь совсем другие качества. И вот разговор теперь пойдет о том, а как можно такие качества приобрести, то есть каким образом можно на самом деле перейти к восприятию того мира, который есть, восприятию позитивного. Да. Вот весь тот опыт моей работы с людьми, да, он привел к тому, что инструменты восприятия, они являются ключевыми, на самом деле, вещами, которые помогут изменить то, о чем мы говорим. То есть человек воспринимает мир через свой характер, через те инструменты, которые у него есть. Если эти инструменты разрушительные, то он ничего, собственно говоря, создать не может. И мы видим, что большинство людей вот этими разрушительными инструментами, то есть отрицательными разрушительными эмоциями и чертами характера пользуются в очень большом, так сказать, профном спектре. То есть постоянно люди все воспринимают негативно. И это не просто так, понимаете. Это есть результат воспитания человека. То есть вся система воспитания и образования, которая существует, она направлена на то, чтобы человека подчинить. Раз он подчинен, значит, он зависим от очень многих вещей. И все эти вещи, они на самом деле носят насильственный характер. Раз они носят насильственный характер, то как человек может воспринимать это позитивно? Это очень сложно. И вот получается, что сама организация мира, она вот такая. Но, если мы поставим себе задачу отказаться, скажем, от вот этих вот отрицательных чувств, то можем ли мы на самом деле рассчитывать на то, что мы будем позитивно воспринимать мир? Оказывается, да, можно. То есть, если у человека нету отрицательных черт характера, то у него появляется возможность позитивно воспринимать все. Но нет у него инструментов, с помощью которых он бы мог воспринимать. Поэтому возникает задача. А можно ли человеку помочь избавиться от отрицательных черт характера? Оказывается, можно. Есть инструменты, есть методики, все, есть все, что нужно делать. Но никто этого никогда не делает, потому что те, кто управляет, им это совершенно не нужно. И если мы посмотрим на науку психологии, которая, собственно говоря, вот этими вещами занимается, то мы увидим, что ее практически нет. То есть, существуют некие методы помощи человеку в тяжелых ситуациях психологических. И эти методы совершенно прекрасны. Там и подходы разные, и методы разные. И все прекрасно работает. И человеку можно помочь. Вы видели хотя бы одного психолога, который бы спросил, какой у тебя характер? Нет. Нет. И они по-прежнему говорят, что у них нет такой задачи в работе, чтобы направить человека на позитивное отношение. Хорошесть в своем характере культивировать. То есть, доброту больше выносить на первый план и так далее. То есть, у них полное принятие негативной стороны. Вот даже больше, 24 года назад, я поставил себе задачу определить человеческий характер. Да. Вот что касается эмоций, это удалось сделать сразу. Я опубликовал книжку в 2001 году, да? До сих пор нету никакой официальной реакции с точки зрения психологии. Никого. Ну, есть отдельные психологи, которые это как-то восприняли. Вот. А вообще-то реакции нету никакой. И это никому не нужно в этом обществе. Понимаете? Да. Ну, и можно понять, почему. Потому что, если мы вдруг начнем всех определять, у кого что есть, да, то выясняется, выяснится, что... У руля стоят люди, которые, в общем-то, скорее всего, недостойны. Понимаете? Да, конечно. Ну, вот. Поэтому науки и психологии не существуют. Существует, значит, только скорая помощь. Ну, и вот я оказался вот в такой вот области, где никому это все не нужно. Вот. И я один, как говорится, вот 20 лет. Бьюсь, наконец, вот буквально два года назад удалось, наконец, написать книгу, которая уже касается всего, так сказать, всей человеческой души. То есть, не только эмоции, как основа, энергетическая основа жизни, энергетическая основа, ну, наши тела все созданы эмоциями, все мышцы. Ну, и на самом деле проявление черт характера, то есть, поведение человека. Потому что черты характера и эмоции – это совершенно разные уровни проявления души, это совершенно разные процессы. То есть, если мы возьмем эмоции, то мы увидим, что человек постоянно находится в каких-то эмоциональных состояниях. Он никогда не бывает так, чтобы у него не было никаких состояний. Вот точно так же, как он в воде, он не может быть сухим. Каким образом это все существует? То есть, эмоции – это есть непрерывный поток состояний, которые у человека меняются. И каждое состояние длится всего одну шестую часть секунды. Ну, это и есть такой бета-ритм. Вот. И на этом уровне, на этом уровне происходит, если можно так сказать, построение человеком своего мира, который его окружает, на этом уровне происходит, если можно так сказать, главное общение, то есть, создание своего собственного мира. Вот в каким, скажем, в индивидуальном мире каждого человека оказываются другие люди. А вот так происходит манифестация, вот как определенный этап проявления каждой эмоции. И на основании этой манифестации в нашем мире оказываются такие же люди, которые с нами в этом моменте имеют одинаковое состояние. И таким образом мы можем в других людях видеть свое собственное состояние, если мы это понимаем, да. Если у нас есть такое понимание и желание, вот, мы можем видеть, с кем мы общаемся, в каком мы находимся обществе, да. И вот здесь находится, вот здесь находится основа, то есть, каким образом формируется наш мир. То есть, мы свой мир формируем своими собственными свойствами. И к нам приходят те люди, которые нам соответствуют в каждый данный момент. Но это эмоциональный уровень. Вот на эмоциональном уровне происходит также создание мыслеформ, которые потом нами управляют. Ну, что такое мыслеформы? И мы сами все мыслеформы, те предметы, которые на нас окружают. Это все мыслеформы, это все звуковые стоячие волны, вот, которые образуют определенные кластеры, если можно так сказать. И существует основа, на которой это все существует, весь живой мир. Весь живой мир существует на основе определенной частоты 432 Гц, ну, или первой октавы. И вот эта частота, она соответствует построению живого мира. Почему? Потому что именно на этой частоте можно образовывать различные кластеры. Ну, скажем, все человеческие органы, там, не важно, любые полые органы, они представляют собой звуковые образования, значит, таких пространственных, что ли, звуковых волн. Все предметы, они представляют собой звуковые мыслеформы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok